Любопытное видео появилось в интернете. Мужчины, похожие на бывших высокопоставленных чиновников Павлодарской области, пытаются разрулить проблемы с дорожными полицейскими. Стражи порядка за нарушение остановили автомобиль сына одного из них. Он не хотел признавать ошибку. Тут в ход и пошли советы от все еще влиятельных персон. Я тебе дал же начальника ГАИ телефон дал тебе за мою ступеньку. Но он же меня не знает. Как я, почему я тебе сказал же? Мужчина за кадром говорит о знакомом полицейском, называя по старинке его должность начальник ГАИ. Поэтически отругав знакомого, учит, как надо решать дорожные споры. Зачем ты вызываешь, если мы 0,2 еще вызываешь? А что? Торговая глава. Ну зачем? Ты мне позвонил бы и все. Ты же все мои ученики же. Советчик внешне очень похож на бывшего советника Акима Павлодарской области Тулегена Бастенова. Об их схожести зрители могут судить сами. Репутация Тулегена Бастенова была испорчена коррупционным скандалом. Три года назад его задержали при получении взятки в 9 миллионов тенге. Суд приговорил Бастенова к 3,5 годам заключения. Позже часть срока заменили на ограничение свободы. Второй мужчина, появившийся в кадре, похож на Александра Вербника, также бывшего заместителя Акима Павлодарской и Северо-Казахстанской областей. На пенсию он ушел с должности Акима Экибастуза. Мужчина, в отношении которого выписали протокол, предположительно сын человека, похожего на Александра Вербника, на следующий день штраф оплатил. Согласно составленному протоколу было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа 15 МРП. Данный штраф правонарушитель уплатил буквально через день в размере 50%, как это согласно законодательству, то есть по льготной схеме. Это видео с участием полицейских и людей, похожих на высокопоставленных экс-чиновников, выложил в сеть Алексей Нагуш. Он уверяет, что в прямом смысле мимо проходил. Даже предложил выступить в роли свидетеля и на всякий случай снял все на камеру мобильного телефона, а потом забыл. Но спустя месяц дело приняло неожиданный оборот. Сотрудники полиции, попавшие в кадр, подали иск на автора ролика. Суть претензии, что я опорочил их честь и достоинство, предоставив видео, несоответствующее действительности. Вот так. Там такая формировка есть. На первом заседании полицейские заявили, указанные в иске качестве компенсации 200 тысяч тенге автор ролика может оставить себе. Нам от отличника, от морального ущерба ничего не нужно. Нам главное, чтобы видео удалил и все, больше от него ничего не требуем. Автор нашумевшего ролика сообщил, что видео из интернета он обязательно удалит. Об этом его попросили не только полицейские, но и остальные действующие лица, которым он невольно привлек внимание. Алиял Мухамбетова, Марат Тимуров, Информбюро, Павлодарская область. Похоже, что бывших влиятельных чиновников не бывает. А скоро их ряды могут пополнить депутаты. Сегодня стало известно, что 28 июня в Казахстане состоятся выборы депутатов Сената парламента.